Продолжение следует... ...сняли подготовкой к чемпионату мира по футболу. Но уже год, как чемпионат закончился, а дублирование объявлений на английском продолжается. А вы замечали, что во многих случаях информация на английском не соответствует тому, что говорится на русском? Например, на английском называются номера линий, которых нет в русском. Переход на линию номер 3, переход на линию номер 5. Это Барри Капнин. А над входом в метро на Киевском вокзале указатель метрополитен выполнен и вовсе только латиницей. А почему на табличках и схемах в метро теперь такой мелкий шрифт? А потому что под каждым названием станции на русском языке стал размещаться аналогичный текст на английском. Вообще, вот это дублирование русских названий станции метро на английском языке удивляет. Такого нет ни во французском метро, ни в метро многих других стран. Вот такое есть в Германии. Но нужно помнить, что Германия, так сказать, страна, потерпевшая поражение во Второй мировой войне. И, в общем сказать, здесь можно понять, как и почему это происходит. Вещь, на мой взгляд, это небезобидная. Так же, как небезобидным мне представляется, что в названиях некоторых наших журналов или вывеска ресторана вдруг появляются одна-две латинские буквы. Там, скажем, условно говоря, «жара» и «р» латинская. Мы возмущаемся тем, что некоторые бывшие республики Советского Союза переходят на латиницу. Но, в принципе, в таком миниатюрном варианте делаем то же самое. Я полагаю, что страна, которая не находится в колониальной зависимости, не должна позволять такие вещи. Ну, не должно в московском метро быть объявлений на английском языке. Если только, разумеется, не считать постсоветскую Россию, колонии Соединенных Штатов или Великобритании, или вообще, так сказать, англосаксов. Я вижу в этом просто элементарное размывание суверенитета. Известно, что проект новой московской навигации разрабатывали две британские компании городского дизайна – «Сити Айди» и «Биллингс Джексон Дизайн», которые в 2013 году выиграли конкурс по замене системы указателей в московском метро. А если вы выйдете из метро на станции «Китай-город», то попадете на остановку автобусов центральных маршрутов. Но чтобы прочитать на родном языке, куда идет тот или иной автобус, вам придется подождать, пока на табло латиница, наконец, сменится кириллицей. А если вы случайно окажетесь у театрального проезда, то обратите внимание на памятник первопечатнику Ивану Федорову. За его спиной дорогие магазины и ни одной надписи на русском. Что это? Осознанное глумление над человеком, который создал первую русскую печатную книгу? А чем можно объяснить дублирование на английском вот этих указателей? Школа, библиотека, пожарная часть и так далее. В наших микрорайонах на окраинах столицы толпами ходят иностранные туристы с неизменным вопросом, как пройти в библиотеку. Или дело в другом. Против нас ведется информационно-психологическая война и поведенческая война. Это немножко разные вещи, потому что информационно-психологическая война ведется на ум информации, воздействие через информацию на психологию. А что касается поведенческой войны, которая тоже записана в стратегических документах Соединенных Штатов Америки, она ведется на уровне подсознания, то есть на уровне, где закладывается базовая система ценностей. Так вот, когда мы касаемся языка, надо сказать, что язык – это один из ключевых инструментов управления информационно-психологической и поведенческой войны. Потому что, как мы знаем, даже в народе у нас принято это говорить, язык – это душа народа. Действительно, это душа народа, потому что через язык мы воспринимаем и образы, и мысли. И все. Поэтому, вот, известно, такое понятие было введено на Западе несколько лет назад – лингвистическая геополитика. То есть через ликвидацию национального языка происходит полное подчинение сознанию человека, то есть сознанию общества и на культурному обществу. А теперь вернемся в центр Москвы, на Чистопрудный бульвар. В этом году, ко Дню Победы, здесь была развернута серия стендов, посвященных артистам-фронтовикам. Имя и фамилия артиста, его биография – все дублировано на английском, причем даже не мелким шрифтом, а равным по размеру. И что бы сказали сейчас об этом наши фронтовики? Они сбивали прикладами ненавистные дублирующие надписи, которые расставляли по нашим городам и весям фашистские оккупанты. С насаждения чужого языка начинается изменение национальной идентичности. Английский, звучащий в метро, на подсознательном уровне воспринимается как язык управления. И дети, которые чуть ли не с рождения слышат в метро жесткие указания на английском, что следующая станция такая-то, а переходить надо туда-то, привыкают к тому, что английский – язык не только мультиков и песенок, но и четких команд инструкций, которые надо выполнять. Это, еще раз хочу подчеркнуть, геополитический проект, направленный на вытеснение, на устранение русского языка и на изменение менталитета человека, гражданина, граждан России, именно менталитета. Потому что мы, как знаем, это единственная страна, которая всегда добивалась победы над врагом, не допускала оккупации. Если это был какой-то короткий оккупационный период, то он заканчивался освобождением и победой. Все это прописано в западных документах, в американских документах «Победить самый непобедимый народ». И сегодня вот такое навязывание английского языка – это фактически есть форма приучения наших людей, наших граждан к тому, что мы являемся несуверенным государством, что мы не являемся суверенным обществом. И не будем забывать о том, что в Киеве в рамках подготовки чемпионата Евро-2012 в систему оповещения в метро ввели английский язык, который тоже впоследствии не отменили. Через два года вспыхнул Майдан. Неужели всего этого не понимает министр транспорта Евгений Дитрих, который недавно подписал приказ, согласно которому с 1 июля 2020 года информация в метро должна, подчеркиваем, должна дублироваться на иностранном языке? Если не понимает, пусть прочитает такой документ, как «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», которая относит к угрозам нашей безопасности внешнюю культурную и информационную экспансию, а также снижение роли русского языка. А может министр транспорта не желает следовать стратегии и защищать нас от деструктивного информационно-психологического воздействия? Тогда возникает вопрос, а не Дитриха и ему подобных имел в виду начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов, когда в Академии военных наук говорила нацеленной против России операции «Троянский конь». Редактор субтитров А.Семкин